всем привет с вами дэн и как видите сегодня у нас джи шоки и причем это такой спец выпуск про 56 корпус линейка 5600 и сегодня посмотрим от такой самый наверное базовой доступной модели до горячей новинки от доступных часов до относительно дорогих часов уже с продвинутыми функциями ну давайте собственно по порядку все это будем сейчас с вами вскрывать и раскрывать смотреть знакомиться что там по комплекту чё к чему и так начнем наверное мы с вот этой модели и эта модель у нас джи шок dv 5600 ей 1 вдf давайте коробочку раскрывать смотреть что у нас там а у нас там алюминиевая баночка ну и по комплекту понятное дело здесь гарантийная карточка все по красоте инструкция и опа вот она о это самое самое что ни на есть у нас классика классика но это наверное одни из самых-самых любимых в народе что называется джи шоков с таким классическим дисплеем никакого инверсивного все такое знаете что что называется по по базе основательные часы идем дальше и давайте сейчас скрывать модель 5600 ю и 1 dr версия здесь коробочка уже немножечко побольше да но комплект принципе тоже инструкция гарантийная карточка и наш с вами любимая сердцу баночка вот она еще одна классика сегодня на обзоре давайте тоже ее пока в сторонку отложим и приступим уже третьим часам и здесь версия здесь версия by 5600 hr уже несколько более навороченная модель по комплекту у нас тоже все как всегда в том плане что гарантия инструкция все необходимое здесь тоже такой черный вариант дизайна красавцы но как видите уже акценты другие да немножечко меняется дизайн инверсивный дисплей но главное наверное то что браслет здесь наполовину стальной давайте эту модельку тоже в сторону пока отложим и приступим у нас уже тут такие три красавцы и приступим к еще одной версии референс 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 у нас вот он h5600 mb немножко другая коробочка и здесь как вы видите уже а здесь уже у нас пошли усложнения зарядка от usb зарядка от солнца двойная до система кому вдруг нужно срочно зарядиться значит здесь индикация уже ударов сердца до сердечных сокращений соответственно соединение со смартфоном ну водозащита 20 200 метров 20 бар она идет во всех абсолютно g-шоках ну и здесь в комплекте понятное дело помимо гарантии инструкции уже идет и это самая зарядочка от usb с такой вот прищепкой ну что называется в хозяйстве пригодится поскольку сами знаете иногда бывает такое что вот часы долго например не берешь а потом хочется хочется да чтобы они быстро зарядились все-таки от солнца это не прям моментально ну а вот такая зарядка она конечно будет быстрее и опа эко пакетик у нас да я бы даже сказал мешочек ай красота какая а вот слушайте а энциферблат то другой стал посмотрите здесь намного крупнее крупнее цифры ну ладно продолжим сейчас знакомиться с каждыми по порядку и так ну что сегодня поговорим об этих четырех братьях из 56 серии а узнать актуальную стоимость часов и приобрести их вы всегда можете в официальном интернет-магазине g-store.ru ссылка будет в закрепленном комментарии а по промокоду gitad вы можете получить дополнительную скидку g-store кстати говоря по-прежнему официальный дилер casio и предоставляет официальную гарантию 2 года ну собственно что вот она классика культовая модель dv 5600 в 83 году в 1983 году в далеком напишите кстати в коментах кто к этому времени уже бегал под столом так вот в этом году увидели свет первые неубиваемые g-шоки в таком вот олдскульном корпусе одни из самых наверное узнаваемых часов понятно что среди g-шоков мне кажется самые да узнаваемые часы ну и в целом если говорят про спортивные какие-то версии g-шоки и вот именно такие вот классика такая вот квадратная да и кстати говоря эта модель попала в книгу рекордов гиннеса потому что по ней проехал 25-тонный грузовик ну и сами понимаете g-шоки они выдерживают все и собственно с этими часами все было в порядке и с тех пор эта слава g-шоков она просто продолжает греметь и понятно здесь что у нас уже те самые 200 метров водозащиты ударопрочные часы и все необходимые базовые функции есть подсветка есть ударопрочные естественно секундомер будильник ну и собственно время да у нас и календарь здесь все это имеется ну и такой знаете вот уже такой немножко такой винтажный да приятный глазу вот этот вот много надписей по краям циферблата и это полностью электронные часы то есть соответственно у нас здесь нет никакой никакой аналогового отображения времени полностью черный корпус черный же ремешок у нас собственно ну классика g-шока такая как она есть и по размерам давайте пройдемся чтобы сразу как-то себе их лучше представлять или вдруг кто подзабыл 43.5 у нас да и по широкой части здесь по корпусу берем 47.5 ну и высота с учетом того что стекло здесь утопленное 12.7 мое запястье 18.5 ну собственно вот классическая такая посадочка у нас по самым что ни на есть классическим g-шоком и понятно что касио любит делать улучшение в своих моделях и понятно что модель которая вышла еще в далеком 1983 году рано или поздно нужно было как-то до обновить и они собственно обновили вышла вот эта самая модель которая называется 5600 ю и она чуть-чуть дороже стоит чем базовая модель и здесь есть некоторые изменения ну понятное дело немножечко изменился циферблат здесь я думаю сами можете посмотреть все в том плане что чуть поменялись вот здесь как раз вот эта самая индикация чуть покрупнее стали цифры поэтому с читаемостью здесь немножко немножко лучше даже вот визуально видно да и как у нас здесь читается и как здесь читается мне кажется это неплохой такой плюс если посмотреть по корпусу то здесь тоже определенные изменения есть да вот кнопки например чуть подальше стали здесь это не чуть поближе но в целом в целом я думаю что издалека конечно же в эти модели можете спутать и если вы хотите узнать например да зачем выбирать одну или другую модель в принципе здесь вот помимо вот этих некоторых таких ну знаете если часы идеальны то собственно что им нужно сделать но их можно только немножечко точечно улучшать а собственно как их улучшать да обновление здесь вот это обновление которое вышло в двадцать первом году оно на самом деле идет в дизайне 1987 года ну то есть понятно что четыре года прошло и вот некоторые улучшения здесь изменения были и соответственно джишок кассио да перевыпустили эту модель сейчас здесь добавили уже русский язык добавили мировое время и несколько улучшили работу таймера поэтому ну собственно если вы прям поклонник джишока то можно эти и две модели в коллекции иметь да там они соответственно культовые старые добрые что называется но в целом если хотите базовую неубиваемый вот самым-самым необходимым базовым набором функционала то можно взять любую из них в принципе не прогадайте потому что самое главное чем собственно славится джишок и здесь конечно же есть ну а ключевое такое самое главное различие между этими двумя моделями конечно же это то что у нас в более свежей современной модели есть подзарядка от солнца и это очень и очень важный плюс размеры здесь точно такие же ну собственно моем запястье эта моделька ну здесь вот смотрите да читаем и сразу сразу прям очень даже хорошо видно ну а теперь давайте перейдем уже к моделям которые действительно уже существенно отличаются от вот этих вот базовых версий ну и начнем мы с моделей которые называются GV 5600 референс вот еще раз на вашем экране чтобы не запутаться и здесь ну понятное дело такой модный да не всем нравится не всем нравится некоторые любят олдскульный вид циферблата потому что читаемость здесь явно лучше но с точки зрения стиля такого стелса да и эти часы выглядят дороже даже просто если брать при прочих равных то все равно такой дисплей выглядит дороже я думаю вы с этим согласитесь вот здесь понятное дело что да по другому отображается при этом считаемостью конечно же похуже но в этих часах есть и естественно отличие значит что здесь есть да у нас понятно что инверсионный дисплей черный здесь композитный браслет стальные звенья плюс полимерные звенья ну то есть этот браслет уже удобней потому что понятное дело он сделан из звеньев и на запястье он сидит удобнее при этом он такой же легкий потому что ну потому что здесь смешанный да такой композитный браслет есть красные акценты которые хорошо сочетаются с таким матовым очень таким солидным серьезным черным цветом но красные акценты они такие аккуратные они идут внутри знаете как вот подкладка в пиджаке идете в таком черном пиджаке очень таком серьезным солидным а внутри чего не такое прикольное у вас имеется ну так вот здесь здесь например сделано да застежка классическая с фиксацией ну собственно в повседневе это удобнее конечно чем базовые модели хотя кому как больше нравится здесь есть солнечная батарейка то есть можно зарядить уже от любого источника света это конечно важное преимущество и как мне кажется за это преимущество стоит в том числе доплачивать плюс здесь есть bluetooth то есть можно уже сопряжать с телефоном эти часы и выставлять базовый функционал опять же хороший плюс для тех кто не любит вот этими кнопочками все там настраивать дату время все показатели просто телефон сопряжение сделал и все настроили пошли дальше да можно не париться и здесь есть радиосинхронизация тоже есть русский язык ну что касается размеров давайте коротеньки сейчас тоже это покажу 43.3 по высоте с учетом того что стекло тоже утоплено 12.6 и здесь берем широкую часть браслета 26.3 базовую часть браслета ну здесь чуть меньше чем 19 и момент такой да от ушка до ушка мы как бы с вами измеряем но нужно смотреть по вот этому звену потому что первое звено здесь не сильно такое гибкое да 59.2 ну собственно мое запястье я уже вам сказал какого размера 18.5 если вдруг кто не знает и вот такая здесь у нас идет посадка по этой модели но лично мое мнение я думаю уже неоднократно его высказывал в обзорах мне нравится вот именно такой дисплей да он хуже читается особенно когда сумерки но этот же шок здесь есть подсветка можно подсветить в целом понятно юзабилити здесь ниже да с такими дисплеями но мне нравится как они смотрятся на запястье и скажу может быть крамольную вещь но вот лично для меня все таки часы это больше не инструмент какой-то времени да а инструмент стиль если хотите да и и поэтому мне важно например как выглядят часы поэтому мне нравится такой циферблат да вы конечно можете спорить и у каждого безусловно будет свое мнение и только оно ваше личное мнение правильно но вот мне нравятся эти часы выглядят просто бомбически и собственно выбрал бы я из этих трех наверное вот эту версию если бы не вышла вот это вот горячая новиночка H5600 так у нас тут референс да вот он DV H5600 MB и уже по-другому даже тут у нас этикеточка сделана ну эти часы прям супер навороченные супер навороченные здесь как я вам сказал есть уже элементы смарт-часов и знаете я вот всегда думал куда дальше пойдет G-Shock почему потому что в принципе в своей вот нынешней парадигме развития G-Shock достигнув всего то есть эти часы невозможно вообще ничем сломать да скорее сломается то чем вы их будете пытать сломать здесь есть все функции ну я не имею конкретно в этой модели но если брать любые линейки G-Shock там верхней то там есть вообще все там все можно измерить все что можно и в этом как бы вот они достигли некого предела да то есть дальше уже нужно было наверное уходить в смарт-часы и действительно посмотрите здесь уже у G-Shock появились те самые элементы смарт-часов и знаете это круто потому что здесь есть с одной стороны вот та самая любимая многими именно неубиваемость G-Shock потому что ну как ни крути берешь любые смарт-часы вот именно настоящие такие да смарт-часы и все равно думаешь ну вот где-то стукнешь где-то пристукнешь там все-таки есть чему ломаться да G-Shock берешь ты знаешь что с ним ничего не будет и здесь они уже добавили и шагомер здесь есть да вот который основном многие любят и используют для того чтобы измерять там пробежки всякие вот эти спортивные всякие фишечки пульсометр есть измерение кислорода в крови здесь уже есть здесь есть акселерометр качество сна эти часы отслеживают понятно что это нужно опять же сопряжать с блютуз с телефоном опять же здесь есть солнечная батарея и как я вам уже говорил здесь имеется и зарядка от соответственно от сети до от розетки и и если их активно используется там что-то типа неделю-две а а если вы используете их не слишком активно то до одного месяца на одной зарядке и мне кажется вот это серьезная заявочка ну плюс здесь есть тренировочные режимы опять же для чего большинство людей покупает как раз что-то такое смарт-часы есть фазы луны есть восход закат ну и понятно вся вот эта вот базовая функциональность которая всегда была у джи шоков здесь тоже имеется и знаете мне кажется вот с этой новиночкой ребята просто попали в точку мы напишите конечно обязательно ваше мнение но мое мнение что это именно то куда стоило эти джи шок то есть вы можете чуть больше до стали 44 3 вы можете и не пользоваться этими функциями но они здесь есть то есть вы можете эти джи шоки используя как классические джи шоки чуть повыше корпус стал и кстати учитывайте что он есть и он еще выше потому что здесь вот эта вся индикация если мы с ней будем измерять то он уже будет 15 и 9 вот но в принципе если вы хотите использовать и более мощный функционал здесь он тоже имеется 25 и 4 25 и 3 ну и по ушка до ушка 51 и 1 и здесь ремешок такой классический да вот как в первых джи шоках поэтому здесь понятное дело ничего то порчится не будет если у вас небольшое запястье эти часы сядут на любое запястье на любое ну хотите узнать как вот чувствуется то что там есть некоторая выпуклость на этих часах внизу я вот не ощущаю я не ощущаю а потому что она как-то немножко проваливается на провалится запястье и и не чувствуется то есть они не чувствуются слишком высокими но здесь вот это вот классическая такая да вот как бы штучка которая в джи шоках недавно появилась несколько лет назад чтобы был плотнее лучше сидели на запястье и в принципе знаете посадка вполне себе такая классическая джи шоковская этот ремешочек чуть более с каучуком он уже прям как мне кажется каучук с чем-то тут какой-то вот микс и он мягче конечно чем у базовых серьезно мягче и корпус и ремешок помягче приятнее в руках ну понятно что эта модель и дороже и эту модель выделяет красивый здесь такой стальной рант по всей части корпуса сверху такой высокий широкий защищает стекло и делает часы знаете дороже потому что металл он всегда добавляет но при этом они не тяжелые сейчас все взвесим посмотрим вот они в руках ощущаются легкими ну и индикация конечно реально круто реально круто и зарядка здесь показана и очень крупно здесь день недели даты и собственно время и вот на этом дисплее вот посмотрите да он хоть и инвизорсивный но намного лучше читаемость потому что она крупнее вот такой белые да цифры они прям хорошо сразу считаются вот эта модель мне кажется бомбическая бомба если хотите очень круто очень круто вот про такие джи шоке я одна же наверное начну задумываться ну давайте посмотрим посмотрим с вами по весу начнем вот с этой вот новиночки она весит 66 и 5 грамм так что ничего страшного ну и давайте посмотрим сколько у нас весит на полном браслете версия с композитным браслетом 83 и 4 даже побольше понятное дело что браслет тут немножко добавляет ну и классика давайте посмотрим эту классику 47 и 9 ну 47 48 в общем это эти часы вообще такие не весомые как эти часы смотрятся в макро вот мы берем классику а здесь все приятно приятный на ощупь пластик ну в общем-то такие классические джи шоке и давайте теперь посмотрим вот эти две версии здесь тоже корпус у нас идет классический без использования стали ну и новиночка где уже есть стальной рант хороши что хочу сказать по итогам конечно же пишите свое мнение будет весьма и весьма интересно я как любитель знаете вот более может быть прогрессивных джи шоков я бы конечно взял самую новую новиночку потому что здесь она мне нравится и внешне она крутая стильная здесь много нового функционала которые можно поюзать попробовать с другой стороны всегда можно выбрать базовый джи шоке которые будут отрабатывать на все 100 и давать собственно главное то что мы всегда любим и ждем у джи шоков на этом у меня все всем пока с вами был дэн увидимся